Чиновник, подозреваемый в получении взятки в миллион тенге, может избежать тюремного срока. Сегодня на главном судебном разбирательстве руководитель управления труда по Владарской области Ергали Аскаров попросил заключить с ним процессуальное соглашение. То есть он полностью готов признать свою вину, чтобы смягчить наказание. Пойдет ли на это суд, выясняла Алиял Мухаммедова. Ергали Аскаров провел в СИЗО 5 месяцев. Во время следствия свою вину по статье о получении взятки в значительном объеме признавал частично. Судебный процесс обещал быть долгим, но на первом же заседании подозреваемый предложил сделку. Он готов признать вину за смягчение наказания. Потерпевшие, это представители завода легких конструкций, согласились обсудить условия. На переговоры судья дала неделю, но процесс может и возобновиться. То есть если вы не прийдете к соглашению, вы можете подбирать? Мы не знаем, но посмотрим. Ергали Аскарова задержали 13 февраля с поличным. С директора завода легких конструкций, работник которого получил производственную травму, он требовал 1 миллион тенге за изменение заключения о расследовании. В качестве виновных в несчастном случае чиновник должен был привлечь не только сам завод, но и его субподрядчика. Тогда расходы на компенсацию сократились бы вдвое. Являясь должностным лицом государственного учреждения, получил взятку через посредника в сумме наличных денег в размере 1 миллиона тенге для себя, задействуя в пользу ТО. Процессуальное соглашение в форме сделки о признании вина заключается по всем видам преступлений. Если ранее он не признавал вину? Ну, предполагает полное признание вины в процессуальное соглашение. Иргалий Аскаров вел себя в суде агрессивно. Экс-чиновнику постоянно мешали камеры. Зато его кабинет открыт для прессы. Антикоррупционная служба вела расследование почти полгода. Столько же прослушивались его телефоны. Чиновник с большим стажем работы на государственной службе до сих пор числится руководителем госоргана. Он может быть уволен по отрицательным мотивам только по завершению судебного процесса. За свое здоровье борется и пострадавший работник. Мужчине раздавило ногу. Ему тоже пришлось доказывать, что на заводе легких конструкций он оказался не случайно. Павлодарский завод легких конструкций отрицал трудоотношения. Через суд было доказано, что трудоотношения присутствуют. Это позволило привлечь завод через суд. Предприятие обязали выплатить работнику более полутора миллиона тенге. Теперь ТО само выступает в качестве жертвы коррупционера.